Дубай. Один из самых дорогих городов мира. Также Дубай один из самых привлекательных городов мира, в который выливаются огромные суммы денег со всего света. И в этом выпуске я расскажу о бизнесменах и инвесторах, которые переехали жить в Дубай. Как они открыли свой первый бизнес, как они мыслят. Они расскажут, как начать инвестировать и во что они вкладывают свои деньги в Дубай. Знакомьтесь, это Миша. Миша – серийный предприниматель, инвестор, основатель инвестиционного клуба и консалтингового агентства Loginvest. Суммарно за 4 года провел сделок на 13 миллионов долларов. Переехал в Дубай, масштабирует свой бизнес и запускает новые направления. Как люди живут в Дубае. Выпуск про бизнесменов. Поехали. Расскажи, как тебя зовут? Когда ты приехал в Дубай? Откуда? Меня зовут Логинов Михаил. Привет, Саша. Спасибо, что пригласил к себе канал. Я приехал из Москвы. Я родился и вырос в Москве. Приехал сюда 2 месяца назад и активно веду здесь свои дела. Чем ты здесь занимаешься? Ты продолжаешь свой род деятельности тем, чем ты занимался в Москве? Либо ты приехал сюда и у тебя здесь прям новая жизнь, новый лист, новый бизнес, новые дела. Либо ты продолжаешь свое деятельность? Нет, конечно, я продолжаю здесь то дело, которое я развивал активно в Москве. У меня инвестиционное агентство. Мы работаем с инвесторами, помогаем им находить и отбирать выгодные, надежные, прибыльные, безопасные проекты. И с другой стороны, мы работаем с собственниками бизнесов. Мы подбираем эти проекты, прорабатываем их, анализируем, оцениваем риски и берем в работу некоторые. То есть ты, получается, такое связующее звено, да? Да, именно так. Типа вот есть инвестор, есть бизнесмен. И ты и знакомишь? Можно и так назвать. Я уже там бизнес. Да, знакомлю. Ты здесь два месяца уже, у тебя уже были какие-то здесь проекты, с которыми, ну, ты уже соединил бизнес с инвестором. Есть у тебя уже какие-то друзья, которые там, ну, здесь успешный бизнес, либо он крутой инвестор, который работает здесь. С кем мы можем познакомиться для этого интервью? Да, я здесь прям быстро и много нашел очень интересных, больших ребят, классных. Больших, я называю ребят, которые достигли результатов, имеют много бизнесов, активно развиваются, классно себя чувствуют, находятся на своем месте, нашли себя. И с такими людьми, у таких людей хочется учиться, хочется с ними общаться, хочется дружить, хочется заниматься какими-то активностями, ездить на спорт, просто болтать, завтракать. Ходить в баню. В том числе, да, мы здесь активно ходим в баню с инвесторами, просто с ребятами, с предпринимателями, с собственниками. И, да, с удовольствием я приглашу людей, давайте пообщаемся. Да. Погнали. Привет. 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 Меня зовут Костя, я живу десятый год в Дубае. Основной деятельности, предпринимательская деятельность, создаем бизнесы, создаем новые направления, во что-то инвестируем, чаще инвестируем в себя. Вот, кофе люблю, инвестируем в кофе, заведения, в рестораны, есть несколько финансовых компаний, сейчас активно залазим в стройку. Как-то так. Тяжело сказать, в чем фокус, фокус постоянно в Дубае меняется, поэтому что-то основное на какой-то промежуток времени становится максимально сфокусированным. Выкладывается какая-то операционка, выстраивается бизнес, отпускается, переходит в следующее. Я фанат офлайн бизнеса, поэтому я очень люблю создавать что-то, что можно увидеть живыми глазами, что не диджитал, поэтому у нас есть несколько премиальных заведений в Дубае. Можно всегда прийти, попить вкусный кофе, лучший кофе, называется Arrow Stars Specialty Coffee. Мы есть, вот сейчас мы находимся на нашем HQ, это Jumeirah, это большая вилла на основной дороге, в таком кофейном хабе в Дубае. Здесь несколько этажей, здесь офисы, производство, кофейная обжарка и так далее. У нас есть очень успешное заведение в Дубае Моле, на первом этаже возле аквариума, и есть JBR. JBR, наверное, сейчас у всего русскоязычного движухи всей дубайской на максимальном слуху, потому что там все постоянно каждый день, вот каждый день полная. Слава богу, неплохо работает, поэтому строим дальше, работаем дальше, сейчас активно продаем франшизы по миру. Вот я только вернулся с Бали, мы сейчас там начинаем продвижение, сейчас есть потенциал в Чехии и в UK. Это то, что мы делаем. В Дубае максимум у нас там 10-15 локаций, больше нам делать здесь нечего, строиться больше не имеет смысла, и то эти 10 локаций займут еще несколько лет. Какие плюсы ты видишь здесь, в Дубае, для инвесторов и для предпринимателей? Какие плюсы? Место было выбрано не случайно. Я посещал многие страны и города, и здесь это один все-таки из мировых финансовых центров. Здесь большая активность как со стороны собственников бизнесов, проектов, которые выводят свои компании на международные рынки, на эти рынки, так и для инвесторов, которые ищут надежные проекты, партнерства, крепкие. Очень сильная энергетика этого города. Он сам на своем примере показал, как можно быстро развиваться, как можно быстро расти. И также примерно это все проецируется на тех, кто здесь. Очень быстро коммуникации происходят, потому что люди объединены одной целью. Здесь прям есть, чувствуется такой эгрегор. Целью расти, я бы сказал. Да, расти, масштабироваться. Так как здесь международный хаб, это всем известно, здесь люди приезжают уже с масштабом, уже с масштабом. Они смотрят на весь мир. Они из этого центра смотрят, как им взаимодействовать вообще, с кем, как им расти, через кого, находят партнерство. Здесь не только инвестиции, не только финансы. Это не только про финансы. Это люди. Прежде всего, это человек с человеком. И здесь также быстро находятся связи, крепкие партнерства образуются. И вот в этом очень приятно находиться, потому что люди объединены одной целью. Типа, у меня за эти 4 месяца столько знакомств классных, которых вот у себя. В городе не буду говорить про Москву, я не в Москве жил. В Саратове очень сложно с кем-то познакомиться, с крутыми, классными людьми, которые тоже замотивированы там быстро расти. Но здесь, в Дубае, просто ты на обычной улице, на обычной встрече можешь просто законнектиться с чуваком, и он потом просто изменит, мне кажется, твою жизнь. Даже вот мы с тобой познакомились, и ты меня уже познакомил. И с собой, и с другими классными людьми. Просто одна лишь там встреча утром. Привет, привет. Я тут делаю, я тут делаю. Общая энергетика на это влияет, потому что все открытые, все хотят вместе расти, все понимают, что каждый человек – это наш предпроводник, это наш учитель. И вот эта вот открытость, сплоченность, она и приятная, и созидательная. Сейчас очень полезная реклама для тех, кто в Дубае уже, либо собирается сюда приехать на выходные, либо собирается сюда приехать жить, либо просто интересуется Дубаем. Так вот, я завел свой телеграм-канал, где я делюсь своими рекомендациями, где вы можете вкусно поесть, в каких ресторанах и кафе. Делюсь классными местами, куда вы можете сходить на выходных, как провести вечер. И делюсь интересными мероприятиями, которые происходят в Дубае, а также интересными новостями про Дубай. Я буду очень рад вашей подписке на свою группу в Телеграме. Вот здесь я оставил QR-код, по которому вы можете подписаться на мою группу в Телеграме. Просто наведите камеру и перейдите по ссылке. Либо если у вас не работает камера, либо нет интернета, я оставил ссылку на свой телеграм-канал в описании к этому видео. Я реально там делюсь очень полезной информацией, потому что я сам здесь живу в Дубае, и мне такая информация очень помогает. Поэтому жду вас у себя в Телеграм-канале. Увидимся там. Время 6 утра. Я иду на пробежку с Мишей. Парень, который живет в Дубае. Он занимается здесь инвестициями. Очень подшаренный в теме инвестиций. Мы с ним познакомились на одной встрече, и теперь мы с ним снимаем видос. В этом видео должно помочь людям, которые хотят инвестировать. Инвестировать в Дубай. Вот сейчас мы с ним побегаем, но для меня раннее утро очень сложно дается. Но я думаю, пробежка будет прикольной. Погнали. Давай, расскажи, как часто ты бегаешь, и каждое ты утро просыпаешься в 6. Либо у тебя есть дни, когда ты можешь позволить не просыпаться так рано. Я просыпаюсь в 5.30, в 6.30 в этом диапазоне. Правило, в рабочие дни у меня стабильно, в 5.30 подъем. Делаю я это для того, чтобы не только тело в здоровом состоянии поддерживать. И дружбассно себя чувствовать. Но и для того, чтобы был ясный ум. И свежая голова, это своего рода медитация для меня. И плюс всегда хорошее настроение. По окончанию бега еще ни разу не было такого, чтобы я не был благодарен себе за то, что я встал рано. Кажется, я понял, в чем прикол бегать утром. Потому что бежишь, никого нет. И ты понимаешь, что все еще спят. А ты уже начал свой день. В 6 утра. Дофига можешь что сделать. И не париться, то что ты не ускоришь. Потому что у нас на кранах очень кайфово. Но нужно, конечно, встать. Потому что у меня были мысли выкачать будильник и не просыпаться. Или думаешь, что проснусь. А Миша напишет, Сань, сорян, у нас не получается. И я такой, еее. Но в итоге мы бежим. И мне нравится. Представь, вот так вот каждый день ты бежишь. Наслаждаешься вот такой вот красотой. Бежишь прекрасным воздухом. И какой это заряд дает тебе на весь день вперед. И наслаждаешься атмосферой без людей. Потому что в Дубае выйти, чтобы не было сильно много людей. Наверное, можно только утром в это время. И насладиться атмосферой Дубае. Во время бега есть еще такой эффект. Я его называю один среди людей. Ты бежишь. Да, возможно, какая-то музыка или книга и в своих мыслях, размышлениях. И вокруг тебя люди. Но ты абсолютно абстрагирован. Ты в своем мире работаешь с своей головой. Очень интересный эффект. Сколько я здесь живу и хожу на Blue Waters с этой стороны и с той стороны набережной я первый раз. Если вы так же, как и я, побегаете и походите, здесь прикольно. Очень красиво. Ууу, колесо крутое. Так я не хотел, на самом деле, просыпаться, потому что я очень люблю спать, на самом деле. Но это было самое крутое утро за все четыре месяца, когда я живу здесь. Потому что, ну, во-первых, я люблю заниматься спортом, растяжка, все дела. Но я это делаю обычно на балконе, там кто-нибудь еще сидит, и это не такие кайфы, как здесь. Потому что здесь ты там, ты один с Мишей, там еще пару девочек бегает с красивым рассветом, с классным видом. Короче, всем советую как-нибудь проснуться к шести утра, там, в 5.30. Не думай, сразу выключить будильник, пойти в душ холодный, чтобы быстро взбодриться. Отключить мозг, который скажет вам, да давай еще поспим. Не слушайте мозг, сразу идите на улицу, надевайте кроссовки и сразу выходите на улицу, на пробежку. Вы кайфанюете с этого классного заката и с ощущения, которое у вас будет внутри. Кайфу. Кайфу. Смотри. Посмотри. Я помню, как я приехал первый раз в Ростерс и как раз увидел твое выступление. Я сначала сюда, здесь же ты выступал, да. И я не знал ни тебя, не знал это заведение. Мы едем в кофейню с друзьями. Приезжаем, я такой, вау, кофейня. Таких кофейней я не видел. Прям реально очень комфортно, очень приятно здесь по интерьеру находиться. И потом выходишь ты, рассказываешь, рассказываешь, что у тебя прям несколько бизнесов, показал эти все логотипы. Я начал слушать, но ты преимущественно рассказывал просто на другую тему, не стал углубляться. И я такой думаю, так, вот с этим человеком нужно мне по-любому пообщаться, потому что мы на самом деле и ищем всегда таких твердых, крепких предпринимателей, которые уже прошли большой опыт и которые сейчас выстраивают разные мощные, сильные проекты. Вот. И сейчас просто я там ребятам сообщу, что мы ведем взаимодействие по нескольким проектам. Расскажи, пожалуйста, о них. Приоткрой завесу. Есть, скажем так, две амбиции, которые мы сейчас активно пытаемся реализовать. Одна из них – это микрофинансы. В Дубае этот бизнес, в ОАЭ в целом этот бизнес мы в таком неком голубом океане. Его здесь никто никогда не делал, поскольку никто так хитро, как мы, видимо, законы идти не обходил. Но мы нашли несколько лазейок. У нас очень классные помощники, наши юристы, подсказали нам, как нам обойти несколько правил и сделать этот бизнес успешным. В целом в ОАЭ на следующий день живет более 10 миллионов человек. 40% из них получают зарплату менее 5000 дирхам в месяц. И, соответственно, эти люди никогда не имели доступ к банковским счетам, к кредитным картам и так далее, к любым банковским финансовым продуктам. Мы подумали, почему бы эту нишу не захватить, почему бы ее не взять. И сейчас активно мы уже построили софт, мы заканчиваем сейчас дизайн, выпускаем приложение, привлекаем раунд инвестиций и будем делать здесь бизнес микрофинансов. Компания называется Салам Дирхам. Такое у нее название. Салам Дирхам пополам. У нас есть такой персонаж, который историю рассказывает в компании, это такой верблюд Джимми. Джимми раздает деньги без процентов, поэтому мы чарджим нашу потенциальную аудиторию только за фи на регистрацию в приложении. Вот в целом в этом бизнес-модель. И я абсолютно уверен, что это будет очень успешная бизнес-модель. Более того, проживая здесь какое-то время, я уже понимаю ментальность местных фондов, местных family offices и так далее, как они инвестируют, как они заходят в бизнес, на какой стадии они покупают проекты. Мы не строим себе здесь иллюзии стать единорогой миллиардной компанией. Мы вполне понимаем потенциал, куда мы можем вырасти и кому мы это продадим. Вот сейчас мы в эту нишу активно зашли. Банкам, большим игрокам, большим машинам, они очень неповоротливы, двигаться в такой маленькой нише не сильно интересно. Им интересно, чтобы кто-то зашел, раскачал, масштабировал, показал какой-то аттракшн, какую-то финансовую модель и рентабельность. И тогда мы можем уже говорить либо о перевлечении большого раунда инвестиции на скейлинг GCC, либо об эксите потенциального бизнеса. Это один из них. Ну и стройки. Активно, что я очень люблю. Я в целом люблю ремонт и все, что связано с подобным. Мы эту виллу взяли ей 20 лет. То есть это для зрителей 700 квадратных метров, здесь 3 этажа, здесь много помещений. И это кофейня. Мало людей в кофейне инвестируют столько денег, сколько мы, потому что обычно в понимании кофейня это какой-то первый этаж какого-то жилого дома, бизнес для себя, 50-100 тысяч долларов инвестиций. Мы зашли с другой стороны, мы начали делать такие большие заведения, большие, профессиональные, на дорогом кофе. Так вот, когда я копнул стройку этого заведения, я понял, что мне это очень сильно нравится. мы подняли все полы, поменяли все трубы, разбомбили все стены, окна. То есть мы остались только несущие стены здесь на вилле. На вилле мы построили. Да, и это за 3 месяца. Это было суперкруто, бешеный результат. У меня есть фотка, где в начале сентября, где-то там 7-8 сентября, и на вилле здесь нету на улице пола, то есть здесь песок, гравий, она еще не покрашена, не доделано, там какие-то окна не вставлены, внутри еще ремонт не закончен. И я привожу сюда много знакомых, показываю, ребят, 2 недели, здесь будет самое классное кофейня в Дубае. Ты что, гонишь? Какие 2 недели? Еще полгода строится больше. Проходит 15 дней, мы открылись. Но в целом мы здесь сутками работали, я здесь недалеко живу, поэтому сюда приезжал, постоянно всех подталкивал. С того момента полюбил стройку. И в стройке я сейчас увидел много потенциала в Дубае. Ну, хайп на недвижимость, он в целом, довольно-таки понятен, очень сильно анонсирован, и реклама там по всем ближайшим странам. Мне не нравится жила недвижимость, мне больше близка коммерческая недвижимость. Поэтому мы говорим о комьюнити-моллах. И есть мечта, которую я точно сделаю и начну делать в конце этого года, я хочу построить отель. Только отель в стиле глэмпинга в пустыне, либо на пляжной зоне. Такие красивые, закрытые виллы с бассейнами. Может быть, это будет, не может быть, а скорее всего, это будет проект в виде, как тент-палатки, но только полностью застекленные, с таким красивым дизайном, с красивым пятизвездочным сервисом. Это то, что мы точно сделаем. Это основное. Маржинальная история. И трендовая. Смотри, любые истории, в которые я пытаюсь вписаться, либо начать делать, я очень глубоко копаю в них. То есть, я их изучаю от А до Я. Во-первых, даже про кофейни, чтобы продавать кофе, я объехал все кофейни в стране. Чтобы построить отель, я объехал все глэмпинки в стране. И чтобы заняться коммерческими площадями, я посмотрел на весь этот ролик. Абсолютно очень глубоко копнул. И плюс к этому параллельно всегда идут исследования маркетинговые на предмет ниши, ее рентабельности, ее потенциала, ее инвестиции и насколько это вообще уместно. Есть то, что у меня хотелки возникают, но это неуместно. Либо это никому не нужно, либо это так заполнено, что это точно делать не надо. Либо там создавать какие-то производства, которые уже есть в Дубае или ОЭ, и они, скажем так, на госуровень вышли, то заходить в них нет никакого смысла. Мы занимаемся продуктным питанием. Очень много компаний со всего мира заходят сейчас в Дубай с той или иной едой. И всем кажется, что их еда здесь точно нужна, будет стоять очередь, и она стопудово будет здесь продаваться. Вот это такой большой обман. Потому что здесь ничего никому не надо, здесь никто никого не ищет, здесь, чтобы сюда зайти. Нужно так раздвинуть всех и стать. Вот это очень тяжело. И это стоит денег. За это, скажем так, Дубай и побаивается малый и середний бизнес. Хотя потенциалы, шансы есть точно у всех. Во сколько лет ты начал инвестировать? Что было твоим первым проектом таким, которым ты можешь похвастаться? Либо наоборот, ну ладно, давай, которым ты можешь похвастаться? Я начал инвестировать достаточно поздно. Всем я рекомендую начинать инвестировать как можно раньше. Я долгое время, вообще для меня, это просто закрытая история была. Я думал, что инвестиции это для тех, кто уже заработал свой миллион долларов. Я сейчас тоже так думаю. Надеюсь, ты мне эти мои иллюзии сейчас уберешь. Но у меня оказалась вообще наоборот противоположная абсолютная история. Я сначала ушел в большой убыток и в этом минусе у меня появился в моей жизни наставник и он мне сказал, тебе нужен еще дополнительный источник дохода, пассивный. и сказал, я ему говорю, как я могу себе купить какой-то актив, когда у меня дыры в карманах. Он говорит, разберешься. Если задачишься, то разберешься. И я разобрался и без денег абсолютно стал инвестором, вошел в роль инвестора. Скажи свой топ-3 книги, которые когда-то изменили твое мышление. Ну, с чего ты начал такой путь саморазвития? С каких книг? Первая книга у меня достаточно необычная. Мне ее порекомендовал мой друг. Она называется «Экстремальный тайм-менеджмент». Российский автор очень классно растянуло мне мышление и вообще мой подход к деятельности вообще общий. Она достаточно сильная в плане того, что там нужно действовать прямо с первого дня и очень-очень мощно. очень рекомендую, но аккуратно, потому что там прям нужно много силы приложить. Книгу по финансам я предложу. Если что-то попроще, мне понравилась когда-то книга в начале моего пути «Путь к миллиону за 7 лет года Шефера». Она в виде такого тренинга выстроена. Удобно очень читать. и Тони Роббинс «Деньги. Мастер игры» расширяет достаточно сознание. Но самую классную книгу я порекомендую для того, чтобы понимать вообще, что происходит в мире, как работают финансы, как работает экономика. Она так называется. Как работает... Как устроена экономика. Называется «Как устроена экономика». Автор. Автора сейчас не вспомню. Ха «Джунь Чан». Я напишу вот здесь. Китайский автор. Очень мощная книга. Она меня растянула именно мышление моё. Вот скажи, у нас ребята, которые ещё не инвестировали или просто молодые ребята, которые ещё этого вопроса не касались, посоветуй, с чего начать и куда бы ты вложил первые деньги? Я плохой учитель и я точно никому не советчик. Я могу только на том, что у меня получилось, что кому-то показать. Первые деньги если мы скажем о этой стране, об этом рынке, то первые деньги и капитал должен быть уже большой. Он может быть маленьким. 10 тысяч долларов? Инвестируйте в себя. 10 тысяч долларов? Да. Инвестируйте его в себя. Это точно не бизнес, это точно не инвестиции потенциально куда-либо. Займитесь классным самообучением, купите вкусную бутылку вина и проводите время с любимыми людьми. Но это точно не о бизнесе. Если мы говорим о бизнесе, это уже несколько нулей, как минимум один нужно будет добавить. В этом рынке 10 тысяч долларов это точно не эти деньги. Поэтому я много занимался самообучением, инвестировал в себя и вином, и самообучением. Поэтому я потратил на это много денег, я не могу сейчас сказать конкретную сумму, но в целом самообучение и вывести себя на уровень мышления в масштабе и видеть ниши, пытаться что-то хватать влогребя. Для этого нужно определенный опыт и годы инвестиций в свое самообразование. Потом уже, ради бога, когда ты очень сильно самообразуешься, ты поймешь, что тебе личные деньги тратить не надо для инвестиций. Как минимум, только кроме начального капитала. Слушай, очень классный совет для молодых ребят с точки зрения предпринимательства. Наверное, это самая выгодная, самая долгосрочная, самая надежная и крепкая инвестиция. 100%. Да. Скажи еще, пожалуйста, тогда уже для продвинутых людей, куда стоит обратить внимание здесь на рынке Дубая? Я продвинутых людей бы и сам послушал с удовольствием, поэтому обратить внимание, смотри, все, что у меня в голове возникает, когда мы что-либо создаем, на ВВП этой страны. Я смотрю в целом, оцениваю в масштабе и немножко экономику. Я захожу с этого угла. Я не смотрю на ниши, которые очень сильно в тренде. Я немножко олдскульный в этом плане. Поэтому я смотрю на экономику, на ВВП и составляющие. Если мы сейчас скажем, что в Дубае 27% это туризм, я понимаю, эта ниша точно растет, она точно делает деньги, у нее точно есть капитализация, туда можно влезать. Следующий шаг, а что ты там ищешь? В какую именно нишу в туризме ты можешь влезть? Это отели, это рестораны, это услуги, это какие-либо еще направления. Вот там уже чуть больше такой маркетинговый анализ, куда именно залезать. Понимаете, дело, что мы не лезем в ВВП страны по газодобыче и нефти. Ну, то есть софар. Мы маленькие люди и делаем, скажем так, вещи, где мы находим какую-то нишу, видим, что она немножко сделана не так, не доделана в Дубае. Не секрет, что не идеальный сервис во многих, скажем так, моментах. И, конечно, мы смотрим на те направления, которые стоит доработать, либо на наше видение улучшить. Если это получается, супер, класс, значит, это та самая ниша, это то самое направление, индустрия, куда мы можем двигаться, расти, масштабироваться. Если мы понимаем, что нет, что-то идет не по плану, здесь, может быть, печенья наши не сильно вкусные и нужны кому-то на 5-миллионное население индусов и пакистанцев, и наши какие-то услуги, которые мы считаем супер классными, продвинутыми, здесь не пользуются спросом, то, видимо, залезать туда не надо. Так вот, для нас аудитория это 250 тысяч человек. Местная аудитория, кто пьет кофе, кто живет этим образом жизни. Это супер маленькая аудитория, и в ней состояться и заняться, скажем так, профессиональным бизнесом, расти и зарабатывать деньги довольно-таки тяжело. Поэтому мы выбрали еще там несколько потенциальных локаций, чтобы немножко размыть аудиторию и работать для кого-то еще. Дубай же весь по сегментам, по районам очень сильно поделен уже. Поэтому, конечно, в каждой нише должна быть своя аудитория, и нужно оценить ее масштаб, насколько она платежеспособная, насколько она большая. Мы поняли, что у нас аудитория маленькая, но платежеспособная, и у нее, скажем так, покупательская способность, трекшн, довольно-таки высокий. Они пьют кофе каждый день и два раза в день. Если бы они пили кофе раз в неделю 200 тысяч человек, мы бы никогда в жизни такой проект за такие суммы денег не строили бы. Всем привет! Меня зовут Юлия Николсон, и я основатель агентства C-Invest Realty, агентства по покупке недвижимости в Дубае. Что мы делаем? Наша главная миссия это помочь человеку легко купить квартиру в Дубае без всякой головной боли. Мы работаем только с самыми надежными застройщиками. Главная наша позиция это быть честным с клиентом и не продавать ему того, что не принесет в дальнейшем прибыли или радости от проживания в этой квартире. Давай для тех людей, которые смотрят это видео и хотят купить квартиру, хотят переехать в Дубай, протягивая себе жилье, протягивая себе какую-то виллу, дом. Чем ты можешь им быть полезна? Если они напишут, типа, привет, я видел твое видео у Саши на канале. Чем ты можешь быть полезна? Да, во-первых, я предоставлю бесплатную консультацию, все расскажу, все на ваши вопросы отвечу, сделаю вам индивидуальную подборку объектов недвижимости по вашему запросу. Да, вы мне присылаете, например, для чего вы ищете, для себя, для инвестиций, для перепродажи, для сдачи в аренду, какая вам нужна квартира или это вилла, может быть. И уже мы под вас, конкретно под ваш бюджет предоставляем подборку объектов. Дальше вы уже определяете, как вы собираетесь покупать, удаленно или вы приедете в Дубай. Все сделки можно оформлять удаленно, это легко сейчас делается. Вот. Если вы придете от Саши, то при покупке недвижимости вас ждет приятный сюрприз. Такой? Не скажем. Да, пишите, что вы от Саши, скажите, я видел ваш ролик у Саши Марни, напишите, привет, Юль. Я буду очень рада. Я с Ютьюба. Игорь мне скажет спасибо Саше. Расскажи вот прямо сейчас, поподробнее, прямо сейчас, чем ты занимаешься в данный момент, какой у тебя проект есть какие-то интересные в Дубай? Опять же, так как я общаюсь очень активно и знакомлюсь с огромным количеством людей здесь, у нас произошли личные такие интересные очень партнерства и с одним из крупных инвесторов мы будем здесь делать мероприятие. Мы уже его готовим, оно будет через полтора месяца. Для агентов, брокеров и риелторов мы будем создавать такую обучающую экосистему. Это будет в формате офлайн, международный, то есть это будет на всех языках, на хинди, на урду, не говоря про русский и английский, это будет с переводом, будут сильные мировые спикеры и задача дать реально пользу и ценность, которая будет выражена в большем заработке, в больших продажах для людей, которые имеют отношение к работе с инвестициями и с финансовыми продуктами. Да, то есть это будет реализовано прежде всего через кроссейл. То есть здесь есть, мы увидели в рынке вещи, которые можно докрутить. У агентов и брокеров здесь не хватает предложений для инвесторов. То есть люди приходят, они хотят инвестировать во внутренний рынок Дубая. Сейчас пока про внутренний не говорю. И предложений у них ограниченное количество. И инвестору нужно дать широкую палитру выбора. И мы хотим в первую очередь закрыть это через кроссейл, то есть так, чтобы они сами между собой через нашу платформу обменивались проектами. И если у инвестора есть конкретный запрос, то они могли бы найти у своего коллеги и предоставить им этот продукт. И таким образом они зарабатывают вдвоем. Вдвоем. Да. То есть у нас всегда цель на то, чтобы сделать хорошую сделку, дать пользу всем, чем стремиться как бы урвать кусок, да, какой-то. Нет, то есть мы за созидание. И хотим сделать вот такое объединение. У нас цель как минимум тысяча активных агентов. И дальше мы это будем растить на весь мир, то есть чтобы можно было и в других странах покупать объекты. Неважно, это может быть недвижимость, это могут быть финансовые какие-то продукты, это может быть небольшой чек, это может быть огромный. Также могут люди из других стран активно инвестировать в рынок Дубая. Вот это будет большое такое комьюнити, которое будет расширяться и развиваться на весь мир. Ты какое-то приложение хочешь сделать, либо это будет IT-платформа, конечно, сейчас все реализуется через такие ресурсы. Почему? Потому что мы все привыкли к простоте, мы все хотим делать с одной кнопкой. Не очень удобно, когда тебе кто-то там что-то скинул, ты куда-то там переслал, куда-то это записал в какую-то таблицу. Это все разваливается не так эффективно. Плюс важно здесь этим управлять, чтобы все стороны были защищены. То есть там будет сильная юридическая поддержка внутри. База уже это есть, она разрабатывалась несколько лет. Мы ее сейчас просто адаптируем под местный рынок. И это будет работать где-то примерно месяц через три. Сейчас мы запускаем MVP. Так же, как я и говорил, что мы сначала делаем что-то своими силами, показываем, что это работает, показываем, что есть продажа, показываем, что рынку это важно, что это нужно, что есть спрос. И после этого мы идем в масштаб. И мы, кстати, сами, как я тоже уже говорил, что мы и инвестируем, и привлекаем инвестиции. Вот на развитие бизнеса мы помимо своих денег мы также еще инвестиционные средства привлекаем. И на первых раундах, и далее также будем уже идти в масштаб тоже через инвестиции. Скажи подробнее о своем этом большом факапе, где ты потерял много денег. Подробнее можешь рассказать? Да, конечно. Я в своем бизнесе, где я мог еще потерять. У меня была сеть студии звукозаписи, она достаточно успешно развивалась. И в какой-то момент времени бизнес стал иметь больше расходов, чем доходов. То есть мы расширялись, 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 покупали новое оборудование. В общем, бизнес-процессы, в которых я тогда на тот момент времени был не очень силен, еще неопытен. И долгое время я тянул эти убытки, они увеличивались, увеличивались. И в итоге я закрыл и продал бизнес с убытком минус 6 миллионов рублей. И вот в этот момент времени он был трудный для меня. Я сделал следующую вещь. Я зашел в интернет, искал различные информации, причем нашел ее в бесплатном доступе. И сделал по такой структуре. Я собрал своих друзей и сказал им, ребята, давайте скинемся по 35 тысяч рублей и я вам буду на эту сумму давать доходность в 30 с чем-то процентов годовых. А сам на эти деньги, я сделал презентацию, сам на эти деньги покупаю гараж за 100 тысяч рублей. Плюс-минус там цена в рынке. Гараж такой обычный, зеленый, железный, в таких гаражных оперативах. И начинаю его сдавать. Сдавать примерно по 5 тысяч рублей. Почему это рабочая модель? Потому что очень многие люди снимают гараж как место для хранения, как склад. Потому что склад там квадратный метр стоит намного там в 3, в 5, в 10 раз дороже иногда. И различные фирмы, компании, вот у меня снимали, допустим, строительные фирмы, хранили свое оборудование, уборки, там допустим, они хранили химические там свои вещества, их там со складами тоже сложности в этом. очень хорошая прибыльная бизнес-модель дает доходность около 70-80% годовых за вычетом вообще всех расходов. И в итоге что я сделал? Я собрал ребят, они проинвестировали, купили половину, 35% где-то, плюс-минус я даю им и 35% получаю сам, не вложив деньги. Вот первый мой актив. Вот вам бизнес-идеи, короче. Это, конечно же, бизнес, это не пассив, это не пассивный, потому что я какую-то проделал работу, но при этом далее моя работа в чем заключалась? Принимать просто оплату и распределять между инвесторами. Все, через какое-то время меняется, допустим, арендатор и в конце срока мы продаем гараж и что там есть лайфхак, мы его продаем выше, гораздо выше, чем купили, процентов на 30 еще. Почему? Потому что у нас есть время, мы не торопимся, мы выставляем в рынок и найдется какой-то человек, которому нужен именно вот в этом месте гараж, именно вот такого размера, потому что он переехал с семьей, там еще что-нибудь, вот, в общем, здесь мы тоже еще дозарабатываем. Раньше бесплатная бизнес-идея от Миши, рабочая схема. Я думаю, что все любят цифры и мне интересно, на какую сумму ты можешь вот рассчитывать каждый месяц пассивного дохода, то есть ты вот уверен, что вот такая денежка у тебя вот в конце месяца точно будет. Как я уже говорил, есть два этапа. Первый этап – накопление. Я практически не вытаскиваю деньги, я их только перекладываю. И на пассивный доход я сейчас не рассчитываю, скажем так. Это дает внутреннюю уверенность очень большую в том, что у меня в любом случае будет все в порядке. Даже если развалятся бизнесы мои, у меня всегда есть, грубо говоря, куда зайти и подстраховаться. Но цель в другом. Цель не сейчас получить пассивный заработок. Хотя это тоже неплохо. Но именно получить свободу. Финансовую свободу. Для этого нужно терпение. Героическое, я бы сказал. Поэтому пассивный заработок сейчас весь реинвестируется. Когда ты поймешь, что вот сейчас ты можешь брать деньги? Все просто. Все просто. Когда пассивный доход будет выше, чем мои расходы ежемесячные на жизнь. Понятно. Интересно. Без понижения качества жизни. Класс. Блин, с этого интервью я прям как будто книжку читаю. Интересную про финансы, про инвестиции. Еще с классными спикерами разговаривали. Круто. Круто. Очень рад. Надеюсь, вам нравится смотреть. Какие плюсы и минусы Дубая ты заметил за два месяца жизни здесь? Не как инвесторы-бизнесмены, а просто как человека, который сюда приехал жить. Слушай, я слежу за своим состоянием всегда. И мне важно, чтобы мне было комфортно. Я поэтому отвечу так, что мне здесь комфортно максимально. Я реально кайфую, здесь прекрасная погода. Мне нравится здесь отношения между людьми. Мне здесь безопасно. И поэтому это дает мне, наполняет меня энергией. Для себя я вижу один большой плюс в этом городе. это Emirates ID, то есть ВНЖ Дубая. Это Руслан, который делает эту карточку Emirates ID полностью под ключ всего лишь за 2100 долларов. Что вам дает Emirates ID? Вы можете открыть счет и получить дебетовую карту местного банка. Вы можете снимать квартиру на долгий срок. Это в два раза выгоднее, чем снимать ее помесячно. Вы можете брать кредиты. И самое главное, это дает вам право работать здесь. Потому что въезжая сюда по туристической визе вы этого не можете делать. Вы можете находиться здесь целый год и выезжать и въезжать неограниченное количество раз. А после года вы уже продляете себе Emirates ID в упрощенном режиме. Чтобы сделать вам Emirates ID мне от вас нужен только паспорт и фотография. И делается она всего две недели. И сейчас самое главное. Если вы напишете Руслану, что вы от меня, от Саши Марни, что вы увидели это видео на моем YouTube-канале, он сделает вам скидочку 100 долларов и вы получите Emirates ID всего лишь за 2000 долларов полностью под ключ. Вот контакты Руслана вот здесь внизу видео и еще его контакты я оставлю в описании к этому видео. Пишите Русланову что ты можешь сказать? Интересный вопрос, потому что минусы мне прям даже в голову сейчас не приходят. Минусы ну возможно в том, что в этом нужно разбираться, но это интересно почему? Потому что это ваше благополучное будущее. Это единственный путь финансовой свободы. Финансовая свобода это когда доход ваш пассивный из ваших активов выше чем ваши расходы ежемесячные. И кроме как стать инвестором больше пути другого нет. И это очень захватывающий путь. Все остальные только плюсы. Мы общаемся с прекрасными собственниками, с умными большими людьми, которые достигли больших результатов, которые делают большую пользу в мир, несут новые услуги, продукты. Очень классное окружение, приятно в этом находиться. И всегда приятно открывать для себя что-то новое. И когда еще при всем вот этом тебе еще приходит прибыль, ну, это просто великолепно. Плюс твои деньги начинают работать на тебя. То есть у тебя прекращается вот этот бесконечный цикл, когда ты заработал, потратил, заработал, потратил, заработал, потратил. Ты заработал, отложил, у тебя деньги начали еще генерить. И вот так у тебя постоянно поводрастаешь. Кидаешь, у меня всегда был такой вопрос, ну, как вкладываешь, вкладываешь, а из чего ты берешь, на что ты живешь? У тебя есть какой-то определенный процент, который ты можешь взять в месяц? Либо как это работает? Есть две стадии. Есть стадия накопления, есть стадия, когда мы уже кайфуем. Стадия накопления, на самом деле, она очень долгая. Она очень долгая, прорискивает, но тогда будет хуже работать сложный процент. Сложный процент это самая мощная вещь, которая вообще есть на планете. Потому что через несколько лет ты видишь такой прирост, который уже в самом ближайшем времени дает тебе выход в твою свободу, независимость. Как ты видишь свою жизнь через, допустим, два года? И ты видишь ее здесь, либо в другом месте. И вообще свои цели, если можешь как-то раскрой планы, цели. Я точно не скажу, где я буду находиться. Я сейчас могу ответить, что я уже живу жизнь мечты. Я наслаждаюсь и на том месте, в котором хотел находиться всегда. Я быстро добиваюсь своих целей. Я долго к этому ушел, но сейчас я прям чувствую, что оно это есть. Я наслаждаюсь, я прям проживаю каждый момент. У меня очень большие амбиции и очень много еще предстоит сделать, но в моменте я уже очень удовлетворен. И через два года, если по факту отвечать, у меня больше своих бизнесов, мне нравится, мне нравятся разные модели, мне нравится запускать что-то новое, мне нравится развивать это на разные страны, поэтому я сейчас иду именно в масштаб, не просто так выбран Дубай для этого. И конечно же активов инвестиционных, причем самых разных, я сейчас уже расширяю свое влияние не только на бизнесы, но и на другие инструменты, и активно их изучаю, потому что в бизнесах я уже достаточно неплохо разбираюсь, поэтому иду в ширину и масштаб. Привет, представься, как тебя зовут, сколько живешь в Дубае и чем занимаешься в Дубае? Да, меня зовут Константин Волошкевич, в Дубае я с августа прошлого года, ну, уже получается 7 месяцев. Чем занимаюсь в Дубае, я инвестирую, я строю несколько проектов здесь сам, в целом перевез семью, как бы попал в новую реальность, вырвавшись из той реальности, которая, к сожалению, нам, так сказать, подбросили, да, ну, собственно, сколько уже в Дубае, когда приехал? Ну, получается, 7 месяцев. А, недавно. И, ну, я за это время успел очень много все сделать. Я уже, в принципе, дубаец. Локал? Реально, ну, не локал, конечно, но это реально очень такая френдлия страна и на удивление быстро адаптировался. Конечно, страшно жду, когда будет начнется опять адская жара, потому что я в августе приехал, тут просто кошмар, особенно, как бы мы же привыкли, в умеренных, а я вообще в Хабаровске 7 лет проработал, то есть там, контраст тебя застал. Есть такая шутка, это что летом делаете? если эти 2 дня не пропустить, то, в принципе, можно хорошо отдохнуть. Ты здесь продолжаешь то дело, которым ты занимался в России, либо ты что-то здесь новое прямо начал? Не, абсолютно. Ну, смотри, мы как бы все спасали сперва свои активы сначала специальной операции, вот, а сейчас по сути, ну, как бы я управляю процессом, а то есть там переформировал практически свой инвестиционный портфель, вот, все, что можно было там продать в России, я продал, и, по сути, здесь сформировал портфель, который, ну, там, бьется на перспективные инвестиции, недвижимость и на кэш-машину, да, то есть, вот, кэша хватает, чтобы, собственно, здесь жить, находиться, а все остальное, как бы, вот, перспектива. Ну, и пару проектов, которые я прям увидел, здесь все, надо делать, вот, сейчас делали. Ну, давай тогда переходить к конкретике, расскажи про эти проекты, вот, интересно, что ты здесь увидел, какие перспективы на рынке, и как ты будешь закрывать эти потребности? смотри, смотри, как бы, я, когда приехал, я столкнулся с двумя проблемами. Первая, мне пришлось познакомиться, наверное, с 20 агентами по недвижимости, которые, вот, в этом вот районе мне искали квартиру. Реально, я просто устал, я просил одного человека, то есть, а можешь ты мне, вот, все варианты показать, которые здесь есть? Нет, у меня только, там, типа, один или два варианта. А что за район, расскажи поподробнее, чтобы понятно было. Это ствол Пальмы, Golden Mile, Shoreline, здесь очень классный район, мне нравится, и, ну, в общем, я планирую здесь, прям, капитально обосноваться. Я, кстати, за 7 месяцев, что у меня, самое большое достижение, мне одобрили моргидж, то есть, это, ну, условно, ипотека, по-русски, ипотека, да, и 5,2% годовых, на 19 лет, ну, то есть, причем, мне даже две одобрили, то есть, условно говоря, и это суммарная размерная практика, ну, блин, на рублей, это больше 100 миллионов рублей. Представь себе, ты приехал, например, из какого-нибудь, там, не знаю, Казахстана, Узбекистана в Россию, там, только устроился, там, начал какой-то доход получать, приходишь, тебе 100 миллионов рублей дали, еще подставку 5,2%. Неплохое плечо, такое удобное. Да, ну, а я реально понимаю, что, ну, смысл, я трачу, там, ну, определенные деньги на то, чтобы арендовать квартиру. Я сопоставил моргиджи, платежи, и думаю, ё-моё, это меньше. То есть, и я не буду еще деньги брать. Я в Москве продал квартиру, ну, смысл мне там, я их учу в бизнес, и мне очень удобно, как бы, сделать вот этот плечо. Поэтому, особенно, это фантастика, да. То есть, это очень friendly. Приветливый город. с твоей зрением, спасибо. Thank you. Вот, а вторая история, это, я ужаснулся, то есть, ну, грубо говоря, крутые рестораны, да, огромный поток людей, зачастую приходишь, сервис вообще никакой. Просто никакой. И, здесь прекрасный. Да, я когда начал общаться с людьми, которые, ну, вообще занимаются хорикой, бизнесом, я понял, что, ну, это прям больно. Текущих кадров, текущих кадров больше 150% в год. Понимаете? В среднем. Ну, есть, конечно, где там, такая большая текущая стадия. Мучаются здесь работодатели. Реально. Реально. Реально мучаются. Поэтому я вот, у меня, я взял два проекта. Первый, я очень хочу помочь риелторам между собой общаться чаще, чтобы, ну, принцип одного окна реализовать. И, тут еще, как бы, такой момент, то есть, ну, у меня в Москве, и не только в Москве, очень много риелторов, потому что я раньше как-то присыкался, там, помогал ребятам, именно выращивать компании риелторские. и у них у всех запрос такой, типа, ну, не от компании, а от людей. Слушай, а там, как бы мне, вот, сделать компанию в Дубае, чтобы продавать недвижимость, там, в Эмиратах. А реально, тут столько уже брокеров, что просто кошмар, да. А кроссейл, возможно, условно говоря, ты можешь приехать сюда, там, переговориться с каким-то количеством брокеров, которые шерят, ну, там, комиссию за продажу недвижимости и зарабатывать, находясь в России. Вот. А для них это тоже классно, потому что, ну, появляется дополнительный трафик, ну, или-то, лиды, которых можно закрывать на сделку. И, вот, как раз, первая идея, это сделать площадку, где можно собирать брокеров, свободных риэлторов, риэлторов, пусть они там между собой общаются, меняются проектами, как-то там тусуются, плюс, из разных стран могут риэлторы приезжать. И мы хотим сделать именно мультиязычную площадку, да, ты там, вставил в ухо, там, наушник, и на своем родном языке слушаешь, что есть. Да, общаться надо на английском, но ты можешь слушать, там, неважно, если там, из Идии, комфортно для себя. если ты из Пакистана, а здесь как раз весь край, да, это то, что мультиязычная сторона. Все говорят не очень хорошо на английском, но, в общем-то, и поэтому он вообще не панец. Допустим, я придумывал какую-то бизнес-идею, я в нее очень верю, я там уже все расписал, но у меня нет в нее денег. Типа, вот у меня там есть 20% от того, что, сколько мне нужно. Как я могу найти инвестора? Вот всегда тоже мне этот вопрос интересовал. Как мне его привлечь? Где вообще его найти? Допустим, я вообще в Саратове. Допустим, да. Как мне найти человека, который может поверить мне и инвестировать свои собственные деньги в мою лишь идею? На практике 80-90% инвесторов находятся в твоей записной книжке или в теплом кругу. Теплый круг это значит друзья друзей. И твоя задача грамотно эту идею преподнести, рассказать о ней, продумать ее очень хорошо, сделать уже первые шаги, показать уже какие-то первые результаты. Как правило, практически любая идея, если это не супер какая-то мега революционная инновация, ее можно на рынке протестить и опробовать без вложений. Например, ты решил продавать столы, например, дизайнерские, какой-то особый дизайн. Возьми другой, который уже существует, просто картинку, оформи страницу и попробуй продать. Как только ты получишь первую продажу, как только ты поймешь, что ты можешь оттуда извлекать деньги, тогда инвестор будет более спокоен, входя в твой проект. Потому что для инвестора очень большая палитра сейчас выбора. И множество предложений уже от бизнесов, которые давно ведут свою деятельность и уже есть прибыль. А на просто на идею больше рисков всегда. Поэтому ты должен показать твердость твоей идеи, работоспособность твоей идеи, но и почему из ближнего круга вкладывают деньги. Потому что люди инвестируют в людей. Если они знают тебя давно или им близкий человек какой-то сказал, что есть Саша, очень надежный парень, я его знаю уже много лет, он вот так развивается и пришел к такому результату сейчас, у него новая идея, он до этого достигал многих вещей, вот он переехал из Саратова в Дубай, он еще какие-то достижения сделал, он развил свой блок и так далее, и так далее. Здесь понятно, что риски минимизируются таким образом. И даже если, даже если, вот я как инвестор смотрю, если у тебя что-то не полетит сразу, то полетит позже, или ты немножко изменишь траекторию и полетит на третий раз и так далее. То есть все равно ты как человек ты надежен и в тебя инвестируют. Больше да, типа человек сам тоже важен. Типа это основа. Клево, клево. Сегодня, когда мы бегали с Мишей, ты мне рассказал три классных каких-то принципа, я помню, про денежное мышление, про деньги, как сберечь деньги. Расскажи про них в этом ролике. Помнишь? Помнишь? Да. Мы начали с чего с тобой? Ты спросил у меня, что ты тоже хотел бы начать инвестировать, то есть заразился, начал заражаться потихонечку этой идеей. Это очень хорошая и благотворная мысль. С чего я рекомендовал бы начинать? Первое, понятно, нужен капитал. Да, мы уже поговорили с Костей, и Костя сказал вообще, что капитал должен быть с большим количеством нулей. Это действительно так. Мы сейчас говорим про инвестирование в бизнес, то есть есть другие инструменты с низким, невысоким порогом хода. Но какие первые шаги? Я бы рекомендовал начать откладывать. Все мы наверняка слышали про 10%. Про это многие слышали, но мало кто это делает или выдерживает долгое время. здесь я бы добавил элемент игры. И еще я бы мог добавить сюда, порекомендовать добавить работу с банковским клиентом таким образом, что все поступления, которые заходят на карту, из них 10% идет автоматически на другой счет. И элемент игры выглядит следующим образом. Мы откладываем 10, 15, иногда 20, иногда 30%. Правило называется сначала заплати себе. Потому что мы привыкли как? к нам деньги приходят и мы заплатили за кофе кому-то, заплатили за проезд кому-то, заплатили за какие-то услуги или товары. Мы всем платим, вообще всем платим. И забываем про себя. Нужно платить себе. Не забывать про себя. Мы платим себе. И вторая рекомендация, помимо 10%, это для того, чтобы быстро накопить первую сумму, делать такие финансовые детоксы. брать, допустим, неделю, может быть, даже месяц, если ты крепкий парень, и следить за тем, куда у тебя деньги уходят. Например, лишний раз не купить себе кофе. Иногда бывает такое, что ты даже не хочешь, но приходишь в какое-то заведение, а ладно, кофе возьму. Ну, возьми воды, да, или возьми просто бутылку воды, попей, допустим. И вот эти деньги не просто не израсходуй, а положи их также на счет. И у тебя будет две статьи. Мне в какое-то время, мне это очень сильно помогло. И у меня эта статья стала очень-очень быстро повышаться. И я прям вижу серьезный результат, потому что я перестал покупать себе какие-то ненужные, иногда даже вредящие вещи. Это не значит, то есть экономия должна быть здоровой. Ни в коем случае нельзя, то есть если ты будешь постоянно экономить на всем, то ты станешь мастером экономии. Делать этого не нужно. Нужно учиться зарабатывать деньги, зарабатывать больше денег. Но разумная экономия и без не расходуя деньги на что-то, что тебе может в потенциале как-то навредить, то, что как бы без чего можно как бы просто прожить. Ну, не то, что прожить, но окей, я может и не хочу как бы кофе. Кофе, там какая-нибудь сладкая булочка. Да, да, да. То есть ты же можешь легко без этого и твоему здоровью будет лучше, у тебя будет больше энергии, у тебя будет лучше состояние для созидания, для больших результатов в твоих начинаниях. И вот это позволит тебе быстро накапливать капитал. для дальнейшего инвестирования. И третье, это начинать, черпать информацию из открытых источников. Информация вся есть. По-моему, она есть вся. Ее не просто много, она вся есть. Я практически всю информацию на базовом уровне брал из условно-бесплатных источников. То есть книги практически бесплатные источники. Куча различной информации в интернете, куча недорогостоящих начальных тренингов. Далее, я уже, чтобы погружаться, я уже заходил в инвест-сообщество, бизнес-клубы, там, где уже прорабатывается это уже на другом уровне и стоимость там абсолютно другая. Но в базе достаточно этого. И просто задавать вопросы. Как откладывать 10%? Какие есть фишки? Как какие лайфхаки, чтобы не сливаться? Как накопить капитал? Куда вложить тысячу рублей? Например, какую акцию купить? Как купить эту акцию? Как индивидуальный инвестиционный счет открыть? Самые базовые, простые вещи. И вот с этого начинать потихонечку свое движение. И учиться приучать себя инвестировать, наращивать капитал, покупать активы и созидать себе пассивный доход. Давай тогда про минимальный чек поговорим. Допустим, человек из другой страны хочет инвестировать в объекты в Дубае. Может ли, предположим, за 10 тысяч долларов зайти? За 10 тысяч долларов это смешно. Ну, как смешно? То есть 10 тысяч долларов, если у человека есть 10 тысяч долларов и только 10 тысяч долларов, я бы инвестировал только в самого себя. Причем 10 тысяч долларов. Если у него есть 100 тысяч долларов, он 10 тысяч долларов может инвестировать в один проект, но не больше. Но тогда вопрос, как ему инвестируют, это только синдикат. Синдикаты доступны. Нормальный чек входа, нормальный чек входа, это 250 тысяч долларов, ну какой-то нормальный проект. Если у тебя нету 2,5 миллионов долларов, то есть ты уже не можешь входить в один проект этим чеком. Если у тебя есть 100 тысяч долларов, и ты 10 тысяч долларов готов распадывать, обязательно надо распадывать, нельзя всё в один проект, потому что какой бы там ни был, у любого проекта есть риск. Тут есть вариант с синдикатом, есть вариант с фондового рынка. Пожалуйста, играйся в фондовый рынок, но просто практика, как показала, я сам потерял вообще кучу денег, а ещё сколько там в НРД застряло. Окей, то есть есть возможность с синдикатного входа, правильно? Ну смотри, здесь тоже вопрос какой. Вот в венчурных инвестициях синдицированные синдикаты, они приветствуются. Можно для простых людей? Синдикат это что такое? Синдикат это когда вот собрались там 25-30-50 человек, кто-то собрал и говорит, давайте мы там скинемся по 50 тысяч долларов и вложимся в 5 проектов все вместе и выберем, все вместе проголосуем или какая-то у нас есть экспертиза. И когда люди отсматривают проекты, ну вот это сила коллективного разума, да, то есть они отсматривают проекты и выбирают действительно лучше. То есть они видят, где фрод, где там обман может быть, где там кто-то по ушам ездит, да, видят, выбирают именно качественные проекты. У каждого свои компетенции, кто может подсветить какие-то вещи. И, ну это не обязательно только стартапы смотреть, то есть можно любые проекты так смотреть через призму, маленькими чеками входить и таким образом там, ну как бы нивелировать риски. Поэтому синдикат это классная штука, которая работает, когда есть, ну так, коллективные инвестиции. Вот. Ну вот я, например, как бы за прямые инвестиции. То есть мне нравится быть смарт-инвестором. То есть, когда есть понятный проект, где я могу помимо денег вложить компетенции. Я вот инвестирую в Ялов проект, да, Лёня Габенко. Очень крутой чувак. Просто реально мега, да, то есть лучший, как бы, кого я видел, кто фандрайзит, ну, как бы, на свой проект. То есть он просто создал супер комьюнити инвесторов. А потом там я инвестирую в EGS Trading, да. То есть это там компания, которая занимается международной торговлей, там, всякими специфическими сельхозпродуктами, зернобобовыми. Вот. Тоже классная команда, супер, как бы. И там, и там я помогаю с проектами. Где-то я там, ну, как супервайзер бизнес-моделя, где-то я там смотрю, как с людьми, там, ребята работают, как развивать, как стратегию формировать, там, как формировать взаимоотношения с инвесторами, с теми же, да, потому что, ну, я такой, как бы, лояльный человек, я, ну, там, говорю, слушай, ну, так вот как-то криво выглядит, давай как-то сделаем по-другому. Показывай какие-то инструменты, свой опыт работы с большими, с большими ребятами, да, из Forbes'а. Дипломатические корректировки вносишь? Ну, скажем так, очень важно быть открытым и честным, да, но как ты преподносишь информацию, это тоже очень важно. То есть, не надо правильно расставлять акценты для того, чтобы и сохранять доверие, и при этом, ну, не называть там каких-то ненужных тревог эмоций и так далее. Во что бы ты посоветовал инвестировать молодому человеку, там, парень, девушка, есть ли у него в кармане, первое, 100 тысяч рублей, второе, допустим, миллион рублей. Смотрите, можешь что-то сделать, чтобы нарастить себе дополнительный процент? Можно сделать и нужно делать с любой суммы. Нужно, я бы здесь на два этапа разделил. Первый этап, я сам считаю, что человек все-таки должен попробовать сам, посмотреть, посмотреть, что рынок предлагает, куда инвестируют другие люди, попробовать сам как-то проанализировать какие-то проекты, попробовать в разные по чуть-чуть вложить, посмотреть вообще, как это работает, просто прочувствовать. Какой-то инструмент может больше откликаться, чем другой. Вот я, например, выбрал для себя инвестиции в бизнес. Теперь, если говорить конкретно про мою компетенцию, я бы сказал так. Если у тебя 100 тысяч рублей, мы можем инвестировать твои деньги, но в группе. То есть, представь себе бизнес. 100 тысяч рублей – это не такая сумма, ради которой собственник будет подписывать какие-то документы, составлять документы, подключать юриста. Как правило, эта сумма хотя бы от 500 тысяч рублей, хотя бы от миллиона. Поэтому мы делаем небольшие синдикаты, то есть мы собираем 10, 15, 20 инвесторов и заводим их в один проект. Мы также знакомим их группой с собственником, с бизнес-моделью, с цифрами, показателями. И инвесторы вместе, группой заходят. И в результате ты вкладываешь 100 тысяч рублей и получаешь свой первый пассивный доход. Процент, он как, он типа колеблется, то есть ты никогда не знаешь, какой процент ты можешь получить? Наоборот. Супер успешный, да, ты там, не знаю, 40 процентов. Наоборот. Я просто ноль, поэтому не спрашиваю. Есть два базовых формата инвестирования в бизнес. Это займ, когда процент фиксирован. То есть я говорю, я у тебя беру 100 тысяч рублей и я тебе заплачу за это 30 процентов годовых. То есть по истечению года ты получишь назад 130 тысяч рублей. И, как правило, эти проценты выплачиваются ежемесячно, а тело в конце, чтобы собственник бизнеса мог пользоваться этими деньгами. Второй вид – это вхождение в долю. То есть ты становишься соучредителем. И здесь доля – это как жена. То есть здесь ты в радости и горести. То есть если бизнес по каким-то причинам не полетел, то и доходность ты не будешь получать. Но если бизнес полетел и набрал большие обороты, то ты можешь увеличить в 8 раз, например, свою выгоду из этого актива. Например, ты вложил 100 тысяч рублей, прошло два года, и бизнес вырос, масштабировался, открылось огромное количество точек, он стал востребован. Ты получаешь очень большую, хорошую доходность. Но, как правило, есть финансовая модель, есть сценарий некий, по которому прогноз, по которому развивается бизнес. И плюс-минус мы понимаем, сколько мы с этого бизнеса можем заработать. Еще интересный вопрос. Как человек, у которого вообще ноль в инвестициях, инвестор, когда дает деньги на бизнес бизнес, по второму сценарию, когда он ориентируется на возможную прибыль, он учитывает, то есть риски, если бизнес вообще не пойдет. И бизнесмен имеет какую-то ответственность, если его бизнес, вот он вообще пошел на дно, но при этом прилег там, допустим, 2 миллиона рублей. Он какую-то ответственность несет перед инвестором, либо инвестор работает только на свой страх и риск. Давай поясню. Здесь юридически, если ты заходишь в долю ООО, допустим, юридического лица, то фактически собственник бизнеса может обанкротить просто компанию. И все, компания закрывается. И он будет прав в этом случае. Но всегда есть, как я уже говорил, договоренность между людьми, и человек инвестирует в человека. И часто бывает такое, что собственник сам не хочет портить свою репутацию, он открывает следующий бизнес, он открывает следующую компанию и также берет… В случае, если бизнес не пошел. Да. И также берет, может это сделать. Он может это сделать, если он хочет все-таки сдержать слово перед своим инвестором. И такие случаи бывали. И что происходит здесь? Инвестор через какое-то время начинает все-таки получать свою прибыль и дальше они же все вместе растут. То есть мы всегда двигаемся по принципу вин-вин. А в нашем случае у нас вин-вин-вин, потому что я еще, я являюсь еще третьей стороной. Есть собственники, есть инвесторы, есть я. И я делаю так, чтобы выигрывали все. И это всегда про долгосрочную перспективу. Это только все в долгосрок. И мы, может быть, не заработаем в первый год. Мы, может быть, немного заработаем во второй год. Но в третий, в четвертый мы можем полететь, если мы все вместе и если мы будем честны и ответственно подходить к своему делу. Скажи, с чего ты начал со своей первой инвестиции, со своего первого бизнеса? Я лучше расскажу, какие у меня 5 самых, самых важных инвестиций в моей жизни. Это 5 моих детей. У меня 2 дочки и 3 сыновей. Вот. Поэтому это вот самое важное. Если говорить про мою первую инвестицию, ну, слушай, наверное, первая инвестиция, как у большинства, я там купил квартиру, да. То есть, ну, тогда я, наверное, не рассматривал, что это инвестиция, это просто, ну, типа, жить надо. А потом со временем понимаешь, что это, в общем-то, жить можно и просто на аренду, да. То есть, надо с умом покупать недвижимость и так далее. Вот. Одна из первых прямых инвестиций у меня была, это я дал денег бизнесу, ну, ребятам, к которым я поверил, которые занимались, там, техникой безопасности на производстве, производством, там, специальных средств защиты. Реже специфическая тема, им никто не хотел давать денег, я им дал. Не прогадал кратно? Да, нет, не прогадал. Супер. До сих пор вся эта инвестиция, там, выросла кратно и ребята молодцы. Ребята, всем большое-большое спасибо, что смотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было для вас полезным, потому что для меня этот съемочный день был суперполезный, супер наполненный какой-то пользой, потому что я был полный ноль в инвестициях. И мне всегда хотелось тему как-то для себя узнать, как начать инвестировать, с чего начать инвестировать. И этот день раскрыл для меня много-много фишек, каких-то лайфхаков и инсайтов по этому поводу. Надеюсь, для вас это было тоже супер полезно, потому что я старался сделать это видео с полезным людей, которым интересна тема инвестиций и бизнеса. Миш, что мы можем дать людям, которые досмотрели, вытерпели в честь этот ролик, кому было интересно до конца, что мы можем этим людям крутого, полезного дать? Слушай, у меня есть вообще большая миссия. Я хочу, чтобы все люди вокруг повышали уровень своей финансовой грамотности и шли к своему надежному финансовому будущему. Поэтому абсолютно для каждого пусть пишут мне в директ, пусть пишут слово «Саша Марни» и я их приглашу в свой клуб, у нас инвестиционный клуб. Мы там инвестируем вместе от, прямо от 1000 рублей. То есть любой человек может начать с нами инвестировать, может привлечь себе инвестиции. Мы инвестируем друг друг к другу. Мы помогаем внутри развиваться друг к другу. В общем, классное, мощное, сильное международное сообщество. И каждый, кто напишет мне, что он от Саши Марни, получит мою личную подробную методику, как выстроить свой личный капитал и выстроить себе пожизненный источник дохода. Класс, я уже хочу. И в клуб хочу. Welcome! Спасибо, ребят, еще раз, что досмотрели. Надеюсь, для вас это было полезно, потому что все мои видео я делаю такой с той подачи, что я хочу дать много-много пользы для вас. Всем пока! Спасибо, Миша. Было супер полезно, классный день.